Судостроительный бизнес очень тяжелый и опасный. Судостроительный бизнес очень тяжелый и опасный. Глава ОСК Алексей Рахманов о плывущих сроках и плавучих доках газеты Коммерсант номер 235 от 20 декабря 2018 года, СТР-1 Российское судостроение, давно считающееся проблемной отраслью, закончило год чередой аварий после затопления на верфи Роснефти уникального плавдока ПД-50 произошел пожар на строящемся ледоколе Виктор Черномырдин. При этом в отрасли продолжают говорить о необходимости строительства новых судов, особенно на фоне устаревания флота и большой госпрограммы по развитию Арктики. Когда и где теперь будут ремонтировать авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов, почему сдвигаются сроки строительства атомных ледоколов и будет ли объединенная судостроительная корпорация ОСК выходить из проекта Суперверфи Звезда, ОФ рассказал президент ОСК Алексей Рахманов. После аварии плавдока ПД-50 в Мурманске прошло почти два месяца, а четкого ответа о причинах до сих пор нет. По последним данным, специалисты 82-го судоремонтного завода принадлежит Роснефти, вопреки правилам проводили балансировку на глазок. Из-за этого ПД-50 дал крен, создалась неестественно высокая нагрузка на одну из стенок, лопнул сварной шов, в док полилась вода, и он пошел ко дну. Это действительно так и есть ли новые данные? Комиссия, которую собирал Минпромторг, свое заключение дала, однако существует особое мнение специалистов 82-го завода. Названная вами версия имеет основания, но еще продолжаются водолазные работы, и только по их итогам можно будет говорить что-то более конкретное. Есть ли планы по строительству аналогичных плавдоков? Что могло стать причиной аварии плавучего дока ПД-50? Мы достаточно давно поднимаем вопрос о том, что в государственной программе вооружения ГВФ, отдельное место должна занять доковая программа. Сейчас общее состояние докового хозяйства оставляет желать лучшего, речь идет и о сухих доках, которые требуют ремонта, и о плавучих доках. В инвест-программе, которая согласована и должна быть в ближайшее время утверждена Минэкономики, уже нашла решение ситуация с передаточными устройствами. Дальше будем смотреть, как получить дополнительные средства, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда. Где будут ремонтировать адмирала Кузнецова? Рассматриваются четыре варианта, у каждого из которых есть своя цена и свои особенности. Один – приобретение дока там, где он есть в наличии. Этим вопросом занимается 82-й завод. Альтернатива доковать Кузнецова в одном из существующих передаточных сооружений. Плюс есть пара экзотических решений, о которых говорить пока не хочу. Сначала нужно выполнить ряд геологических и инженерных изысканий. Каковы сроки ремонта? По адмиралу Кузнецову сроки не меняются. У нас есть две возможные даты для повторного докования. Первое – лето 2019 года, второе – с учетом перераспределения порядка работы на крейсере конец весны начала лета 2020 года. Ждем решений всех задействованных сторон и будем думать, как поступить. Почему задерживается строительство атомных подводных ракетоносцев Бореи и многоцелевых атомных субмарин типа Ясень? Заказчик согласился с нами, что это очень сложная новая техника, которая требует дополнительного времени на испытания. И правительство официально перенесло сроки сдачи. Есть ли ОСК претензии к так называемым окрашенным счетам с целевым расходованием средств, которые Минобороны вело около двух лет назад? Сильно они усложнили работу. Можно что угодно говорить, но окрашенные счеты дисциплинировали предприятия оборонки и всю кооперацию. Случаев нецелевого использования средств с учетом использования окрашенных счетов нет. Это хороший итог раньше из-за нескольких жуликов приходилось терпеть разного рода неудобства. Как военные и представители промышленности обсуждали исполнение Гособоронзаказа кооперации ОСК негативные последствия, впрочем, тоже есть. Мы почти полностью потеряли функцию казначейства, которая давала возможность временного перераспределения средств с проекта на проект естественно, тоже в рамках выполнения ГВФ, сложившаяся практика, когда остатки на одном счете невозможно использовать для другого проекта, который в этот же момент может быть недофинансирован, неудобно. Более того, она дорого обходится. Поэтому мы убеждены, что программа требует небольшой настройки. Если бы стало возможно вместо десятков и сотен счетов открывать один окрашенный, конечно, при условии ведения раздельного учета по каждому из проектов, мы бы смогли экономить не только для корпорации, но и для страны не меньше 15-20 миллиардов руб в год. А это внушительная сумма. Головной атомный ледокол ЛК-60 Арктика предполагалось передать Атомфлоту в мае 2019 года. Будет официальный перенос сроков. Официальный перенос сроков – это условия работы с подобными важнейшими контрактами. Не с краю история с двигателями, опоздание из-за разрыва кооперации с Украиной. Вов, серьезно нас задержало, но в следующем году ледокол выйдет на испытания. До конца декабря 2019 года планируем передать его заказчику, и дальше совместно будем выполнять ходовые, государственные и ледовые испытания. Завершить всю работу планируем не позднее мая 2020 года. Будет новое постановление правительства. Сейчас в постановлении указан 2019 год, и если мы сумеем передать ледокол в декабре следующего года, то корректировки не потребуется. То есть у ОСК есть возможность сдать ледокол без завершения ледовых испытаний. Как вы понимаете, с точки зрения климатических условий мы не всегда можем обеспечить проведение определенного вида испытаний. Но можем передать судно заказчику под наши гарантийные обязательства с оговоркой, что они будут профинансированы и что будет обеспечено выполнение всех необходимых работ. Такого рода решения не являются чем-то исключительным. Мы не бросаем судно и выполняем действующие обязательства. При этом заказчик имеет судно, на котором уже поднят флаг. А за период так называемой опытной эксплуатации мы учим команду, проверяем работоспособность всех механизмов. Почему сдача Арктики перенесена на декабрь 2019 года давайте не будем забывать, что Арктика головное судно проекта, а это значит, что на нем используется масса окр. Это и принципиально новые изделия Росатома, и то, что 30 лет не делал Киров и Наргамаш Кэм. Применена принципиально новая система электродвижения. Для нас это, конечно, колоссальный риск. Несмотря на проведение всех необходимых стендовых испытаний, несмотря на то, что мы убедились в работоспособности оборудования, нужно впервые в 2019 году выйти в море, чтобы попробовать, как весь комплекс работает в условиях, приближенных к боевым. Это вызов и руководству Балтзавода, и всем нашим сотрудникам, потому что выполнить такую амбициозную задачу, как строительство мощнейшего в мире атомного ледокола, можно только с большим напряжением. Второе и третье ЛК-60 Сибирь и Урал будут сданы в 2021 и 2022 году. План именно такой. Будут ли какие-то штрафные санкции для ОСК? Зависит от того, с какой формулировкой выйдет постановление правительства. Мы, конечно, надеемся, что штрафные санкции применяться не будут, так как причина задержки объективная. Если бы это была небрежность или необязательность Балтзавода, ОСК, наших сотрудников, конечно, никто бы нам навстречу идти не стал. В то же время, если будет принято иное решение, придется думать, как финансово обеспечивать стабильность Балтзавода. Вообще, специфика работы на гражданском рынке – большой финансовый риск. Много десятилетия этот сектор отечественного судостроения не развивался. Сначала потому, что руководство СССР считало нужным поддержать другие страны СЭФ. Заказы отдавались верфям стран социолагеря. О, потом в силу экономических причин. В результате теперь строительство коммерческого судна. В первую очередь головного – это плавание по неизвестным водам. Мы ведь зачастую беремся за строительство того, для чего еще нет документации. И мы говорили премьеру Дмитрию Медведеву на совещании на Балтзаводе, 28 ноября. Оф, что от такой практики нужно отказываться. Пора найти в себе силы сказать, что мы больше без законченного технического проекта судна и без понимания ключевых поставщиков браться за контракты с фиксированной ценой не станем. А если будут окр, то их нужно делать так же, как в случае с контрактами Минобороны, ставить ориентировочную цену, которая переводится в фиксированную при готовности свыше 80%. Наши заказчики опасаются, говорят, мол, так вы тут же цены вздуете. Но для этого есть инструменты контроля в конце концов. В сентябре ОСК говорила, что уже есть проблема срыва сроков поставки паротурбинной установки, ПТУ, производства КЭМ для Сибири. Как вы оцениваете ситуацию сейчас? Проблема пока сохраняется, ПТУ уехали вправо на головном заказе больше, чем на шесть месяцев, на первом серийном уже на тринадцать, а на втором серийном и того больше, на все четырнадцать месяцев. Это сдвижка четвертых установленных сроков. Если брать первоначальные даты, которые стояли в контракте с КЭМ, задержка больше тридцати шести месяцев. Если брать даже последние обещания, то и их, к сожалению, КЭМ не выполнил. Хочется верить, что теперь заводу показана желтая карточка. Куда уж выше ходить, чтобы разговаривать на тему, как вы собираетесь выполнять свои обязательства. Беседа происходит уже с участием премьера. Контракт на еще два ЛК-60 будет подписан в первом квартале 2019 года. Нам бы очень этого хотелось. На упомянутом мной совещании с Дмитрием Медведевым удалось согласовать основные финансовые вопросы по стоимости ледоколов. Значит, у нас есть все основания для выхода на подписание контракта. В наших интересах подписать его не позднее начала февраля. И, надеюсь, мы сможем найти понимание с коллегами из Росатома. Стоимость контракта 94 миллиарда рублей. Себестоимость близка к этой цифре, но к ней еще надо добавить расходы на гарантию и страхование, по последним данным. Себестоимость 92 миллиарда рублей. Стоимость контракта с учетом до просходов 100,1 миллиарда рублей офф. Со страхованием ситуация понятна то же происшествие на ЛК-25 Виктор Черномырдин, пожар 27 ноября. ПОВ свидетельствует, что субостроительный бизнес очень тяжелый и опасный. А вот в части гарантий, мне кажется, две госкомпании всегда смогут разобраться между собой без оплаты услуг, которые точно не будут востребованы у банков. Не могу себе представить ситуацию, до какой степени мы с Росатомом должны поругаться, чтобы кто-то предъявлял банковскую гарантию. Какая будет применяться ставка НДС для проекта? Ноль. По нашей информации с этим есть проблемы. У верфи возникают кассовые разрывы в связи с оплатой работы соисполнителей по основной налоговой ставке, приходится привлекать собственные деньги или брать займы. Есть небольшая история, связан с. Cash flow. Но она временная. Когда заканчиваем работу, с точки зрения цены и затрат это все нивелируется. Четвертый и пятый ЛК-60 будут быстрее строиться, если Росатом как госкомпания сможет все требования к поставщикам заложить на стадии формирования мэкерс-листа и нам не придется при получении заказа вновь проводить закупочные процедуры. То нет сомнений, что ледоколы будут построены быстрее. Лет за пять построим. ЛК-60 пойдут один за другим, чтобы сбалансировать производственную программу Балтзавода. Это устраивает Росатом, надеемся, что так и получится. В этом флоте заявляли, что им нужны новый плавдок и судно атомно-технологического обслуживания. Основным претендентом на заказ назывался Балтзавод, что сейчас с этими проектами. Росатом потратит 36 миллиардов рублей на плавдок и заправщик для ЛК-60, мы обязательно будем участвовать в конкурсах на строительство этой техники, если Росатом не пойдет по пути заключения контракта с единственным исполнителем. Ведутся ли переговоры по этим заказам? Мы готовимся к конкурсу. Атомфлот и Новотек заявили о планах строить ледокола на жиженном газе. Основным претендентом на заказ называют Выборгский судостроительный завод, ВСОСК, скорее всего, в кооперации. Это так. Обязательно будем биться и за этот заказ. Хочу напомнить, что именно Выборг в кооперации с нашей финской верфью Арктеч. Построили первый в мире ледокол на СПК. Но Арктеч вы продаете, что будет с кооперацией. Арктеч не имеет своего корпусного производства. И мы должны найти схему, при которой предприятия ОСК станут основными поставщиками блоков и секций, а Арктеч будет отвечать за сводную документацию и все, что касается интеграции конечного изделия. У нас со всеми потенциальными покупателями Арктеч есть соглашения, в которых мы оставляем за собой право кооперационной работы. Да и самому покупателю нужно, чтобы мы давали определенные гарантии по сотрудничеству. Вы сможете самостоятельно исполнить этот заказ? Это исключительно прерогатива заказчика. И он должен определиться, хочет ли идти через процедуру назначения единственного исполнителя либо через конкурс. Что до нас, то мы считаем конкурсные процедуры справедливым инструментом установления цены, особенно в ситуации, когда возникают споры, а с чего вы взяли, что это столько стоит. Но тут речь даже не об этом, а о том, что с большой долей вероятности даже накануне конкурса возникнет та же проблема, непонятно, каким в итоге будет судно. Хотелось бы, чтобы для столь сложной продукции, по крайней мере по головным заказам, сначала проводился конкурс по отбору проектанта, делался технический проект, отбирались основные комплектующие и поставщики и только после этого начиналась стройка. Другой вопрос четко разделить проектирование и строительство с учетом названных неопределенностей. Сделка по продаже Арктеч будет закрыта в феврале. ОСК может обменять Арктеч. На Невский со сдоплатой, мы договорились об условиях, но ничего не буду анонсировать, пока не появится юридически значимый документ. Ожидаем его до конца года, но затем еще потребуется пройти процедуру корпоративного одобрения. Только после этого будет подписан окончательный договор, который ознаменует закрытие сделки. Все это должно произойти не позднее февраля 2019 года. Конфигурация остается такой же, корпорация получает за финскую верфь Невский судостроительно-судоремонтный завод и деньги. Давайте подождем. В ноябре вы заявляли, что ОСК сохраняет интерес к покупке красных баррикад, зачем нужен этот актив? Мы видим большой потенциал обновления гражданского флота для внутренних водных путей. Необходимо создавать ежегодно 60-70 судов, а это 70 миллиардов рублей выручки. Но в то же время это и весьма напряженная работа. И если брать все наши мощности, даже с учетом роста производительности труда такую программу не закрыть. Предприятий, которые ВОСК специализируются на судах река-море, всего три красные Сормова, Лотос, АСПА каждый завод должен будет производить в год по 15-16 судов различного назначения, дноуглубительная техника, танкеры, сухогрузы, буксиры, это большая нагрузка, почти на разрыв. Так что производственные и строительные площадки нам непременно будут нужны. Но не любой ценой. Вы рассматриваете приобретение 100% верфи? Многое будет зависеть от позиции нынешнего конкурсного управляющего. Понятно, что его задача получить максимум от продажи актива. Но нам платить рыночную стоимость в баррикад с учетом их долговой нагрузки нет никакого резона. Сейчас мы наблюдаем за процессом. Если сможем получить для себя интересные экономические условия, мы с этим проектом продолжим работать. Если по каким-то причинам у нас появится конкурент либо произойдет что-то, что будет вынуждать нас платить свыше 900 миллионов рублей, мы в проект просто не пойдем. Планируется ли реорганизация астраханских верфей? Как «Лотос» решили усилить местными кадрами. На «Лотосе» идет реорганизация, уже как месяц туда пришел новый гендиректор Рустам Халиитов и начал наводить порядок. В свое время ему удалось стабилизировать ситуацию на Аспа, передача кранового судна арабскому заказчику один из результатов его работы. Сейчас задача нового руководителя привести в чувство «Лотос», завершить строительство танкеров, сухогрузов и пассажирского судна «Петр Великий». А дальше, если у него эта работа будет получаться, он по очевидным причинам привлечет и Аспа, и другие наши предприятия, которые там расположены. Тогда целесообразно будет с учетом географического положения сделать один комплекс предприятий, мини-холдинг, управляемый, что называется, из одних рук. Нам так будет проще. Когда будет принято окончательное решение о таком объединении? Принципиальное решение, что нужно этим путем двигаться, есть. Остается вопрос проработки шагов, которые позволят нам быть уверенными в работоспособности конструкции. Будет создаваться одна управляющая компания. У нас уже есть Южный центр судостроения и судоремонта, UCSS он и может стать основой компании. Только если раньше UCSS был держателем акций, в новой конфигурации он превратится в оператора всех верфей, расположенных рядом. Какова ситуация со строительством круизного пассажирского лайнера Петр Великий для московского речного пароходства на Лотосе? Переведут его на АСПО? Нет, будем достраивать на Лотосе. Для этого там будет модернизирован слип, который позволит провести спуск судна. К сожалению, предшественники нынешнего гендиректора пытались надуть бюджет этой модернизации. Но мы обнаружили, что способны ее провести за весьма небольшие деньги и в короткие сроки. Раз так, мы сможем без риска повреждений максимально насыщать лайнер на заводе и спускать практически в готовом виде. В идеале мы хотим его спустить и сразу уйти на ходовые испытания. 98% оборудования уже на Лотосе. Задача господина Халитова организовать работу по завершению стройки. Как Петр Великий оказался слишком велик для Астрахани, двигатель Янма прошел испытание. По крайней мере найдено решение. Три из четырех двигателей уже находятся на заводе, четвертый ожидаем в ближайшее время. Модернизация стапеля на Лотосе будет производиться за счет ОСК. Будет проводиться самой верфью, но сфер...